Продолжение следует... Сегодня воскресенье, 23 марта, и как обычно, по выходным, 17.00, передача «Точка отсчета». Я не буду повторяться в очередной раз, что у нас уникальные гости, это в общем, я думаю, все не привыкли. Сегодня в гостях наша передача, одна из, ну, наверное, основателей я уже представлял, из продолжателей жанра славянско-нормандского фэнтези, скандинавского, обладатель таинственной премии «Трубач небес» Елизавета Дворецкая. Здравствуйте. Ну, и как обычно, для всех наших гостей, первый, самый заковылистый вопрос. Елизавета, расскажите нам всю правду. Как из философа с педагогическим образованием получился писатель? Ну, во-первых, у меня образование филологическое. То есть я закончила филологический факультет Московского государственного педагогического университета. То есть по диплому я являюсь просто учительницей русского языка. Я даже два года поработала в школе. Но, собственно, быть учительницей я никогда не хотела. Я просто хотела получить именно гуманитарное филологическое образование. А педагогическое институт – это было, собственно, единственное место, вот такое легко доступное, в котором я могла это сделать. А так, что учителем я работать, скорее всего, не буду. Это было ясно достаточно рано. И я считаю, что вот это вот именно образование и филологическое меня довольно много дало. То есть, конечно, писать книги не учат. Но зато учат отличать хорошую книгу от плохой. Учат понимать, за счет чего, собственно, книга становится хорошей. Так что я считаю, что писатели у меня для них уже самых лучших образований. Вообще, в литературных диспутах обычно говорят, что люди, которые закончили литературный или там Холоссовский институт, никогда не станут писателем. Они настолько четко выручили всю схему, всю кухню, что могут попадаться только в критике. То есть, вам это помогает или мешает? И вот педагогический опыт. Все-таки, наверное, в работе писателя есть что-то от учителя. То есть, что-то нужно рассказать, читать, какие-то новые мысли до него донести. То есть, это тоже оказывает вам помощь написать книгу? Нет, вы знаете, я вообще по натуре не учитель. Собственно, почему я не хотела работать в школе, я сама по натуре ученика. То есть, я вот даже и до сих пор, несмотря на все, не чувствую, что я там уже все произошло настолько, что могу учить других. То есть, я постоянно продолжаю учиться, и из собственного писательского мастерства, у меня это, естественно, вообще процесс бесконечный, и каким-то там научным знанием, да и просто по жизни. Я не знаю, кто вообще может считать себя достаточно опытным. А что касается вот самого знания литературного процесса, то в этом смысле, опять же, педагогический институт тем удачен, что он дает не настолько глубокое образование, что после этого ты уже прекрасно познал схему, не мог от нее отойти. Все-таки очень широкий посторон, а фантазин там остается. Значит, все-таки литературные критики, литературные спорщики правы, когда говорят, что литературное образование скорее мешает, чем помогает. Ну, посмотрим. Ну, в моем случае оно было не настолько глубоко, чтобы мешать ей помогать. Многие обозреватели и авторы фантастических статей, фантастиковеды, скажем так, когда начинают рассказывать о пресловутом славянском фэнтези, ну, где-то на втором абзаце начинают морщить носы, о том, что типа начали хорошо, закончились все русским кондом, с огромными там бородатыми мужиками, с двуручными топорами. Но когда пишут о вашем творчестве, подразделяют его на три части, как бы это фэнтези, историческая реконструкция и совсем исторические романы с элементами там, может быть, мистики. Как вы сами оцениваете и сами разделяете свои книги? Ну, действительно, у меня есть чисто исторические романы, там, где их меньшинство, собственно, только три штуки, которые изданы и написаны в такой ступени, что их можно издавать. А в основном и еще два подразделения, то есть это чисто фэнтези, то есть где действия происходят на вымошленных мирах, хотя они максимально близки к нашему миру. И историческая фантастика, там, где действия происходят в нашем мире, в какой-то реальное время, в основном, это на 9-й лет, но с элементами какой-то народной фантастики, то есть элементами славянского патриона. А поподробнее что за элементы, можно? Поподробнее что? А что за элементы? Ну, во-первых, я стараюсь выдумывать как можно меньше. То есть вот из всей массы тех фантастических элементов, которые я придумала и использую, я практически ничего не придумала сама. Вот там какие-то мелочи. Вот в основном я беру вот этот вот, ну, то есть я как говорю об этом, русский народ придумал или вот создал в процессе своего исторического бытования такой огромный пласт фантастических материалов, что ничего придумать там уже и не надо. Надо только взять вот это и постараться как можно лучше это использовать. Вот так что я беру обычные фантастические представления, которые отражены в мифах, в былинах, в сказках. Вот волшебные сказки – это очень богатый источник. Надо только знать, как к нему подойти. Ну, то есть это кто там? Оборотни, лешие, русалки? Да, в принципе, все вот эти вот персонажи, которые называются персонажи народной гимнологии, то есть это и оборотни, и лешие, и русалки. Ну, русалки правда не те, которые в дугу сидят. Но в основном это вот все. Ну, а как вы сами относитесь вот к тому мнению, что когда славянская фантастика начиналась, и архантези начиналась, все это было достаточно интересно и выглядело многообещающе, но когда к самому этому поджанру подключилось огромное количество эпигонов и клонеров, скажем так, все это выросло действительно в русского конана. Вы же, наверное, читаете книги коллег по церкви, вообще, особенно те, кто пишет в похожем жанре, но достаточное количество книг, которые, в общем, отличаются от поделок на западной фантастики действительно только тем, что вместо эльфов там действуют лешие и все, а так это, в общем, обычная. Нет, я целиком присоединяюсь к этому мнению. Я не очень много читаю, то есть я не читаю всех, кто пишет в зоо жанре яркого славянского фантастики, именно потому что это неинтересно, потому что очень многие из них действительно берут того же самого кона, наезжают его в кафтан, вдумывают ему какое-то излучение славянское имя, там, Круши-Горш, или в воде, там, в воде, там, в воде, там, в воде, да, в воде, вот, подбирают ему врагов, там, из серии славянского фольклора и воюют, он там, из каких-нибудь хластерин и черных карпусов, с богиней Мараной или кем-то еще, вот, но это не является, собственно, славянской фэнтези, это именно то же самое западное фэнтези, переписанное там в 2000-х, в 2000-х, в 2000-х. А вот тут мы вас и поймали. А что тогда, собственно, славянская фэнтези? Вот, я считаю, что, собственно, славянская фэнтези начинается там, где автор не, во-первых, не берет заранее известную схему, вот эту, которая родилась и сложилась назад, а использует именно те возможности, которые ему дает именно славянский фольклор, славянский, как бы, склад жизни, склад мышления и сама история славянских народов, то есть пытается использовать вот типичные исторические конфликты, типичные именно для славян, и воспроизводить в своих книгах именно вот славянское мировоззрение, мировоззрение древних славян. Вот тогда у нас и получится действительно славянская фэнтези, когда она будет отражать именно славянскую картину мира. Ну, то есть в таком случае славяно-скандинавская фэнтези это как бы такой двухполесной мир, где с одной стороны славяне, с другой стороны норманы, и вот тот самый конфликт, который между ними много лет происходил, это и есть основа для славяно-скандинавского фэнтези. Ну, вообще, я бы, я сама не употребляла, это уже не славянская фэнтези, но вот у меня как-то так сложилось, что я бы с самого начала, буквально с детства, очень интенсировалась темой раннего Средневековья славян и скандинавов, но они действительно исторически очень близки друг к другу, были в тот период, тысячу лет назад, так обобщенно говоря, в раннем Средневековье. Действительно, у них было очень большое взаимное влияние друг на друга, но это же совершенно разные, собственно, народы, каждый, ну, не надо это сильно доказывать, это и так очевидно, что у них очень большая была, собственно, каждая специфика, и историческая, и мифологическая, то есть их пути исторического развития были совершенно разные. Ну, вот за счет того, что они в этот исторический период были так близки, поэтому человек, пишущий на эти темы, обязательно должен как-то их учитывать и то и другое. Ну, в принципе, это разные вещи, и я вот не сказала бы, что мое творчество можно там назвать как-то славяно-скандинавскую фэнтези. В принципе, книги о славянах это одно, книги о скандинавской это многое. Ну, мы уже не раз говорили в наших передачах с большинством акторов, что, в общем-то, автор, когда садится за книгу, он не держит у себя в голове, да, что я сейчас напишу славяно-скандинавскую фэнтези. Все равно, потом придут критики расставятся по местам. Да, это точно. Как вы сами, Елизавета, относитесь к расставлению, что ли, фигур на доске, вот, разбрасываю по углам критиками всей фантастики, которую сейчас пишут? Умите, я не критик. Я вообще в жизни своей написала десятка-полтора рецензий на чужие книги, просто на те, которые мне не понравились, я знала, что об этом сказать, ну, как-то выразить свое мнение, которое, может, кому-то интересно. Но серьезно быть критиком я никогда не пыталась, считаю, действительно, это разная профессия. Мы ее делали писать. Ну, наверное, как вам обращаются составители сборников или вектора журналов высказаться на тему той или иной новой книги, новой идеи вот в жанре близко вам там исторической фантастики и славяно-скандинавского пресловутого фэнтези, о котором мы уже говорили? Да нет, не обращается? Я, например, знаю, что у вас несколько книг повествуют о эпохе перехода христианства на Русь, и о столкновении даже христианства со староверскими языческими верованиями, причем не как обычно бывает в романах, то есть одни исключительно плохие, а другие исключительно хорошие. Нет, просто о столкновении двух практов, двух носителей идей, каждого своя. и как вы пришли к этой идее, и, собственно, тогда уж нададим провокационный вопрос, кто, по-вашему, должен победить? Кто победил в жизни, мы знаем, а кто должен был победить? А мы не знаем, кто победил в жизни. Ну, сейчас я к этому вернусь еще. Ну, собственно говоря, эта тема я к ней не пришла, она как бы упала буквально мне на голову, пока я еще была, ну, очень, даже еще в школе училась. То есть эта тема у меня была первой, которая меня, собственно, и побудила начать писать книги о раненом средневековье, потому что вот книги, которые мне попадались раньше, они эту тему трактовали слишком однозначно, то есть вот как такие вот христианативные стереотипы, то есть вот тьма язычества, свет христианства и все. Вот движение от язычества к христианству 90-х годов появилось несколько книг, которые писали совершенно обратные вещи о том, что темное, забитое средневековое христианство пришло и апостолу светлую веру древних русов. Ну вот эти точки зрения это крайности, а как известно, истина, она никогда не находится где-то на каком-то крайнем полюсе. Вот я хотела показать именно правду и того, и другого, показать вот разницу мировоззрения и как бы законности того и другого мировоззрения. Вот, но поскольку о христианстве общество вообще знает гораздо больше, оно все-таки тысячу лет мы с ним жили, ну или думают, что знают. А язычество не то, что у простых людей, когда в институте учились, даже у преподавателей вот этого филологического факультета о язычестве не было или вообще никакого понятия, или совершенно какие-то дикие представления о нем. То есть вот хотелось рассказать вот хотя бы то, что я знаю. И вот именно поэтому так сложилось, что вот именно язычество в моих книгах имеет гораздо больше как бы лестность, это именно тот предмет, о котором надо рассказывать. А что касается того, кто победил, вот, скажем так, христианство победило, и оно царствовало на Руси около тысячи лет. Но вот примерно в 90-х годах вот прошла так называемая волна языческого возрождения, то есть очень многие разные люди ощутили вдруг тоже интерес вот одновременно, как и я, интерес к этим вещам. И вот сейчас существует достаточно много одноверческих общин. Они собираются, ну как-то вот они, как они говорят, они почитают родных богов. То есть вот не поклоняются, а почитают. Вот они справляют праздники, все вот праздники, когда вовок, 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 вовок и все прочее. То есть язычество, собственно говоря, оно вернулось. Ну, в таком случае вопрос, естественно, я не могу не задать, как они относятся к вашим книгам. Ну, мы тут недавно беседовали с Виталием Капуаном, автором христианской фантастики и сотрудником христианского журнала «Пома», который на вопрос ведущего какие бы христианские книги он мог порекомендовать из фантастики назвал, в том числе и вас. То есть христиане ваши книги уважают, причем люди достаточно подкованные и считающиеся, в общем, ну, если не официальным, то, по крайней мере, серьезным рупором, что ли, позиции церкви. А как к вашим книгам относится равновера? Ну, вот то, что христиане уважают мои книги, для меня это новость, ну, просто я с ними не общалась, как-то для меня такие мнения не доходили, но, в принципе, меня это не удивляет, потому что это в чисто исторических моих романах есть несколько персонажей, причем это священники, и это все люди очень хорошие, которые очень искренне желают добрать людям, с которыми они общались. Ну, язычники к моим книгам тоже относятся хорошо, я знаю даже там одну цитату из одного моего романа, по-моему, на каком-то их я видела на сайте цитировалась, но точно не помню, но смысл в том, что когда язычное христианство пришло на Русь, оно здесь застало не пустое место, а целый лес представлений уже сложившихся, с которым как-то надо считаться. Ну, и вот один из наиболее таких знаменитых деятелей наивческих общин Вов Горислав, автор многих книг, от я просто знаю, ну, вот где-то мы с ним пересекаемся немножко, я знаю, что он очень одобрительно относится к моему творчеству, то есть, хотя они не полностью, следуя всем его взглядам, у них достаточно свои собственные представления, но они не противоречат общему аутию, то есть, в общем, а в целом совпаданию. А пытались они вас как-то отметить. У нас вот в прошлой передаче был Андрей Белянин, который рассказывал о многочисленных призах не столько писательской общины, там, и литературы, там, критиков, возможно, а вот читатели заинтересованные, да, там, может быть, руководители каких-то организаций, от чиновников, от разных стран, даже, от Израиля, от Азербайджана, и суднавера, пытались вот так отметить? Нет, пока такого не было. Ну, потому что... Никаких активных контактов я бы с ним не поддерживала. Например, на фестивале «Звездный мост» вам в свое время вручили достаточно забавное название премии «Трубачий небес». Да. Я так понимаю, что это имеет отношение к христианству, скорее, да? Ну, там фигурка такого серебряного ангела, и, собственно, после этого... А за что вообще? Можно? Мотивировка какая была? Нет, ну, прямой тематической связи здесь нет, потому что премию я получила за три первые книги сериала о корабле на ферде, который посвящен культуре викинга, скажем так. То есть там с христианством еще абсолютно никаких пересечений нет, до того, мир она просто еще не дошла. То есть это небеса имелись в виду нормальными? Ну, кто и знает, в какие имелись в виду. А вообще о фантастических премиях, что... наше вот фэндомное сообщество фанатов фантастики, у вас еще какие-нибудь отмечало премии? У меня всего три премии. Вот этот вот трубочный бе Звездного моста, потом в прошлом году премия Бастет Кошечка на Бастконе и в этом году на Бастконе на последнем днвере мне досталась чаша гостероба. То есть это голосоватка на премии в первые места. Полный набор фактически? Ну, пока не полный, но достаточно. По-моему. У нас в гостях тут было тоже несколько акторов и критиков даже. Я, естественно, всем задавал вопрос, тем более, что полемика сейчас на странице уже «Новый мир фантастик» давно уже продолжается. Как они относятся к фантастическим премиям? Ну, естественно, более, прямо противоположные позиции полярные. Кто-то говорил, что это очень теремийный диктит, например, что это очень все полезно, что нужно относиться с пикетом к фантастическим премиум, что люди, которые их давали, они как бы привильнили к работе, нужно эту работу уважать, и они оценили твою книгу, значит, книга не зря. Например, Андрей Гелянев высказывал в совершенно противоположном ключе, что, в общем, премии это все надумано, что это все пропанация, никому это не интересно. Давайте теперь мы послушаем вашу позицию. Ну, нельзя сказать, чтобы я была в безумном восторге от того, что есть ли моя премия или нет, но приятно, конечно. Ну, просто сложно сказать, премию всегда дают собственно присутствующие на том или ином конвенции. То есть, это какая-то муникоэскопическая часть от всего моря читающих, то есть, вот я это так воспринимаю, что вот мою книгу хорошо оценили те, кто присутствует здесь и сейчас сегодня на данном конвенции. Естественно, они представляют собой какой-то средств общих читательских впечатлений, но все-таки это вот как бы здесь и сейчас они были так. Нет, но если это же все-таки определенная процентная вероятность, то есть, если из некой общности, полтора миллиона читателей, 10% людей почитали ваши книги, она не понравилась, то, соответственно, если эту общность поделить, дай представить, что на конвенции эти 10% все равно останутся. Ну, я не думаю, что здесь такое прямое соотношение, потому что на конвенции, как мы, в общем-то, весь фэндом знаем, ездят всегда в основном одни и те же люди, то есть, есть вот это вот сообщество фэндом, который ездит на конвенции и у него могут какие-то совершенно отдельные, ну, не то чтобы отдельные, другие вкусы, но это... На наши люди поясним, что фэндом это сообщество профессиональных фанатов фантастики. Да, то есть, там еще какое-то значение имеют личные связи, то есть, просто, я не говорю здесь о своем случае, бывает, что просто дают голосовать за хорошего человека, даже если к ним не читают. Вот, и именно поэтому я не считаю, что премия отражает общее отношение читателей в целом. Хорошо. Премии, как всегда, вопрос сложный, ни от кого сто процентов прямого ответа дали нет, не добьешься. Давайте тогда вернемся к самому гидру вашего творческого фэнтези, тем более, что она действительно есть и исторические книги, есть исторические фэнтези, скажем так, с элементами, о которых мы уже говорили. Естественно, это как и в научной фантастики требует определенной работы с источниками, с книгами, может быть, с покупкой музей, чтобы все же посмотреть, потрогать. То есть, как вы к этому подходите? Где-то на сайте я прочитал, что до серьезной работы с интернетом вы свои книги писали чуть ли не в библиотеке, обладавшись пухлыми томами исторических исторических энциклопедий. Это так? Да, это действительно так. Я, естественно, не профессиональный историк, но я, наверное, могу себя назвать достаточно продвинутым дилетантом, потому что я очень много внимания уделяю именно этой стороне. То есть, поскольку я пишу исторические романы или даже фэнтезиевый мир, который максимально стремится приблизиться к реальному, поэтому я пытаюсь использовать максимум возможный, доступный для меня исторический материал. и даже в самых первых моих книгах, действительно, чтобы написать одну книгу, мне тогда приходилось по трещинам «Каймаркнигу», действительно, очень часто сидели в библиотеках, но зато, если у меня там упоминается, что там какая-то еловая бочка от вина того, в Ладоге, значит, действительно, еловая бочка была в Ладоге найдена в соответствующем слое археолога. Так что, на эту сторону я обращаю очень большое внимание и трудилась с появлением интернета. Наверное, эта ситуация изменилась и теперь, в общем, достаточно много материалов выложено в сети, все это можно найти скачать, но всегда возникает проблема, что очень много материалов непроверенных, очень много теорий исторических непроверенных и ничем не подтвержденных. Как вы с этим боретесь? Это очень большой вопрос, тем более о такой теме, как ранее Саги и Колье, славяно-скандиналов наук и накопило огромное количество материалов, то есть и фактов чисто археологических, и версий, теории, гипотез и так далее. Но здесь продукт состоит в том, что очень многие эти факты, ну, разные факты, там, или археологические, или из письменных источников, принесло уж рядом противоречие друг другу. То есть, невозможно создать вот такую теорию, как бы, вот, в конце, общую концепцию древней жизни, которая учитывала бы все эти факты, при этом непротиворечиво объясняла бы их. Поэтому всегда существует много каких-то разных представлений. Вот у разных писателей, даже у разных источников, древняя Русь получается совершенно разной, то есть, как будто это разные страны, разные планеты. И при этом каждый из вот этого вот огромного фонда знаний, каких-то там фактов, может подобрать достаточное количество фактов для подтверждения именно своей теории. И я думаю, что для изобретения машины времени и так оно и будет, поскольку вот не осталось письменных таких источников, которые можно более конкретно судить. Так что, а я как делаю? Я вот подбираю вот те факты, вот весь фонд, который мне доступен, и пытаюсь создавать теории внутренние непротиворечивые. То есть, чтобы вот в этих теориях моих, концепциях вот этой жизни, образе жизни, не было противоречия внутри себя. Вот. Ну, естественно, я не утверждаю, что именно я там постигу истину, что именно я права, остальные, кто со мной не согласен. Вот. И я ничего не утверждаю, просто излагаю в своих взглядах. Идеология пресловутой банальной логики, как, например, сейчас описывают все новые исторические теории по части событий Второй мировой войны. Там тоже все находят новые материалы, которые тут же потерячивают друг к другу, и когда люди пытаются выстраивать теорию, они берут те документы, которые логически дополняют друг друга, а все остальные отбрасывают. Как мы знаем, в истории создания Руси существует две теории, так называемая восточная и так называемая скандинавская. На какой вы стоите? Кстати, что касается Второй мировой войны, буквально недавно на очередном конвенте на интерпрессе, очень такая популярная тема была для разговоров, после того, как меня много знакомых, люди обсуждали какие-то теории о бытовании танков во Второй мировой войне. То есть, казалось бы, танк это такая простая материальная вещь, вот возьми его и изучи, пожалуйста. И то даже о нем есть совершенно разные точки зрения. Причем казалось, что это было 50 давлета назад, да? И это было совсем недавно, то есть не то, что вся документация, вот танк, танк сам реально есть, посмотрите на него, какой он был. И то о нем существуют совершенно разные точки зрения, и кипят совершенно ожесточеннейшие споры. То есть, точно так же, как и в том, что касается тех же самых хэмпинга. Ну, если уж говорить про тысячелетнюю историю, то там, я думаю, споров тысячекратце в день. А там споров еще больше, потому что еще меньше материалов, то есть, еще больше возможностей излагать какие-то свои взгляды и решительно не соглашаться с оппонентом. И все же, вы сами, какой теории придерживаете? Восточный или скандинавский? В смысле, образование древнего услуга государства? Да. Я считаю, что я, естественно, я придерживаюсь основной скандинавской теории, но это даже не теория, просто вот массовое присутствие именно скандинавов на Руси в этот период это археологический факт, но не просто археологический, он подтверждается всем комплексом существующих материалов. То есть, спорить с ним просто было бы глупо и не замечать очевидно. То есть, не верит в него тот, кто не хочет верить. Ну, понятно. Хотя, я думаю, что сторонники восточной теории понесут еще больше, там, четыре ящика археологических находок. И скажут, что не верит в них может тот, кто не хочет верить. Это продолжается уже тоже много лет, этот спор. И это не с нами началось, и не с нами это закончится. И все же, как я понимаю, не только исторические энциклопедии, библиотеки, интернет для вас источник материала. Вы участвуете в работе группы исторической реконструкции, которая пытается создавать быт Руси X века, если я правильно понимаю. Да? Можно нам открыть всю тайну, как все это работает? Как это называется, во-первых? Как все это работает? в общем, какие, может быть, основные мероприятия на показ для общественности бывают в таких вот клубах? Как это все происходит? Ну, существует движение исторической реконструкции, ему уже довольно много лет, наверное, лет 15, можно сказать. И в Москве существует уже несколько десятков реконструкторских клубов, а по стране и вообще по странам бывшего Советского Союза, то есть русскоговорящих, их еще больше, то есть они есть везде в Украине, Белоруссии, в других странах. Чем там люди занимаются? То есть люди собираются вместе и пытаются воспроизводить в основном материальную культуру. Чем они отличаются от родноверов? Родноверы пытаются воспроизводить духовную культуру в древних славян, а исторические реконструкции материальных. То есть это то, что касается одежды, оружия, каких-то бытовых предметов и всех приемов их пользования. То есть каждый член клубной исторической конструкции должен иметь, во-первых, комплект одежды, соответственно, он выбирает себе какую-то тему, скажем, там, Викинг X века или там Человек из племени Вятичей, там, X-X-X века, что ему ближе. И пытается создавать себе вот комплект, то есть одежду, оружие, все предметы бытовые. Ну и как-то пользуются. То есть несколько раз в году бывают так называемые фестивали, выезды. То есть когда все клубы из разных городов собираются в какое-то место, ну, обучение бывают, естественно, где-то за городом, разбивают лагерь, то есть ставят шатры, палатки, там, несколько дней живут. При этом бывает так называемая война. То есть собирается там два войска, воюют между собой, все это делается без зрителей, там, естественно, зрители могут присутствовать, все желающие. и в это время вот эти клубы ведут такую жизнь историческую, то есть там готовят пищу на кострах, живут в шатрах. То есть буквально кузнецы пьют оружие, женщины убавят кашу в горшках. Нет, не в горшках, в котлах, потому что котел на целый клуб, что-то. При этом стараются практически не пользоваться никакими современными предметами, то есть там не бутылками, ничего такого, чтобы не было. это умеют не все, но есть специалисты, которые могут это делать. То есть действительно у некоторых уже получается. Хотя тут, конечно, нужен особый лоб. И все эти мероприятия открыты. Вот под Москвой в августе проводится уже два года городецкое гульбище, так называемое, неподалеку от Сергея Фасадова. Очень интересное мероприятие фестиваль Старая Ладога, который проводится непосредственно в городе Старая Ладога, который является дальнейшей столицей Руси. И вот там неподалеку от Кремля Ладожского разбивается лагерь. И вот это сражение происходит там поединки непосредственно в Кремле. Туда естественно могут приезжать туристы. И съезжается там очень много заинтересованных тысяч человек бывает. То есть это очень интересное и очень учительное зрелище. То есть реально можно увидеть это называется жилая история. Увидеть как люди выглядели и как люди жили тысячу лет назад. Получается что такие клубы дело не ограничивается. действительно полностью создается буквально деревня строится или как это выглядит? Просто клубы разные. У них разная ориентация. Некоторые ориентируются больше на историческое фехтование. Они обращают меньше внимания на сам дух. А некоторые ориентируются больше на жизнь. То есть да действительно иногда уже строят землянки. просто это достаточно сложная вещь. Там выкладывают печки глининые. Не то что русскую печь которая с другой а именно те печь конструкции которые были в 9-10 веке. Наверное это серьезное подспорье автора работающего в этом времени. Тут вопрос какой. Насколько это для вас хобби а насколько это учеба? Трудно сказать. Мне просто это очень помогает в плане впечатлений то есть во-первых мне самой интересно подержать в руках ходить в этой одежде подержать в руках вот эти вещи которые пользуются мои герои то есть я просто знаю как вещами пользоваться и буду делать меньше каких-то глупых ошибок а во-вторых это очень интересно посмотреть вот это сражение вот этих людей и в том числе опыт который я сама не могу получить в том числе опыт обращения с оружием то есть мы наверное можем сейчас посоветовать начинающим авторам в жанре славян скандинавского фэнтези посетить такие мероприятия как вы сказали городецкое гульбище чтобы хотя бы ознакомиться как все это работало чтобы там не унимались двуручные мечи из-за спины и не было таких чудных развлечений это точно чтобы там не было ничего на фрагатых шлемах и звучит секирные были звенения которых не было в день никогда кроме как у ненок которые выходили под вашей фамилией то практически все они либо уже законченные сериалы либо начало сериала они как бы объедены некими мирами и в общем на одной книжке дело явно не закончится это как сказать это такое вот направление вы не можете по-другому не получается писать одиночные романы или это все-таки настолько богатый мир что на одной книжке никак не получится закончить вот скорее именно это то есть я никогда не ставила перед собой задачи писать конкретный там сериал на 5 или на 10 это получается само собой потому что и конфликт развивается и главное богатство материала настолько огромное что уложить ни в одну книгу ни в 10 книг это просто невозможно потому что по мере того как я сама читаю какие-то новые научные труды та же самая вот древняя Руссия древняя Скандинавия она постоянно поворачивается какими-то новыми сторонами новыми гранями открываются какие-то совершенно новые слои пласты вот эти вот культуры которые требуют буквально требуют своего художественного выражения и тогда получаются новые тома но в то же время я стараюсь максимально здесь оберегать интересы читателя который и не может и не обязан читать там 10-15 томов поэтому я стараюсь сделать так чтобы каждая книга была внутри себя полностью закончена то есть у каждой из моих книг свои собственные герои со своими собственными проблемами свой собственный замкнутый конфликт то есть можно прочитать там 3-й, 5-й, 10-й том или просто 10-й и читатель в общем все правильно а то есть это не многосерийный приключал одного героя а это просто разные персонажи в одном таком-то игре нет я вообще не приветствую эту идею когда один и тот же великий главный герой там он приключается то здесь то там то там он же в 4-м том прочитал себе весь затылок не зная кого бы еще ему спасти то есть это вот настолько бывает очевидно когда вот автор своего бедного героя зашил его буквально тащит а ему уже никуда не надо он уже все сделал нет у меня в каждой дни новые герои потому что там какая-то идея какой-то новая идея новый конфликт и для его решения нужен человек с другим характером а какой сейчас самый большой сериал у вас корабль во феорде днем 9 томов 9 дней, да ну раз уж мы вообще заговорили о интернете давайте немножко вернемся к этому вопросу все-таки у нас передача интерактивная и отвечаем мы в том числе и в онлайн игры есть ли какие-то предложения не столько о ролевых хотя они конечно тоже интересно послушать сколько компьютеров или карточных игр по вашим произведениям я еще толком не знаю будут ли там использованы конкретно какие-то сюжетные части из моих конкретно книг или мы будем писать там какой-то отдельный сюжет это еще пока не совсем понятно но вот в таком проекте я предполагаю в ближайшее время участвовать ролевые игры по вашим книгам как я понимаю проходят уже достаточно давно и активно ну вот есть ролевая игра по меру квитинга она проходила я не знаю два или три года но я правда там не была но игра такая есть то есть сами вы не пробовали участвовать нет я абсолютно не ролевик я никогда с этим мнением ничего общего и даже не присутствую традиционный вопрос который я не могу не задать автору какие ваши творческие планы да значит творческие планы мои вот вообще я обычно стараюсь при подборе темы для исторического романа использовать темы незатрепанные то есть не те по которому топтались уже там десятки покорений писателей вот но сейчас я работаю над проектом совершенно противоположным то есть над книгой о князе Рюрике я понимаю что не писал про князе Рюрика только ленивый но с другой стороны я не писал Рюрик это настолько альтернативная личность сам по себе то есть о его происхождении его биографии там на судьбе существуют десятки самых разных версий одни более обоснованные люди совершенно нелепые фантастические вот и каждый здесь как бы выглядит себе если он собственно Рюрик по вкусу вот и я хочу написать вот книгу о том Рюрике который видится мне то есть отобрать вот те факты которые мне кажутся не реальными вот и постараюсь написать книгу достаточно живо увлекательную ну немножко с элементами фантастики но не очень потому что Рюрик сам по себе настолько альтернативная личность что по нему вот что ни напиши получится альтернативка но я надеюсь это будет достаточно интересным в интервью про мир и фантастики вы сказали что это будет не одна книга Рюрик а что это будет некий исторический цикл посвященный вообще Рюрикевичам и становлению Руси как держав ну и сейчас вот я пока про Рюрика собираюсь написать трилогию опять же потому что это настолько богатая тема что в одном книге никакой ложь то есть пока этот плагарк они не могут посидеть книгу ну а дальше как этот материал будет развиваться он же собственно развивается сам но там действительно очень большие возможности существуют потому что я считаю что сам материал вот этого исторического процесса был гораздо богаче и интереснее чем о нем принято считать то есть я считаю что вот как традиционно у Рюрика был сын Игорем Игорь был сын Севослав Севослава сын Владимир ну как бы все но я считаю что это неправдоподобно что между ними потеряли еще 3-4 поколения вот это очевидно просто из подсчета примерного их возраста и того вот исторического срока который они действовали то есть там все наверное было значительно богаче чего-то описано в полисе временных лет и как об этом не подумать фактически получается что это будет жанр исторического романа а вы фэнтези вы собираетесь в новом сайте? ну фэнтези у меня есть еще незаконченные проекты вот Лес на той стороне цикл у меня вот сейчас есть две книги ну собственно две толстые книги или 4 тонких потому что их толстые издали каждую из них в двух частях но там еще можно продолжать дальше у меня есть еще идеи то есть я буду еще работать вот с этим а это собственно истаническая фантастика то есть логистая то есть в нашем мире но фантастический элемент там пожалуй преобладает я знаю это вы все время упоминаете книги книга такая, книга такая а мало ли форма насколько я знаю у вас рассказов едва ли вдвое меньше чем роман неужели вы не хотите себя попробовать в жанре мало вопросов знаете вот рассказов у меня по-моему 4 штуки и плане максимального объема для рассказов там два авторских листа то есть это уже не повесть уже да это уже практически повесть вот у меня не получается писать рассказы то есть мне просто в голову не приходят идеи из которых можно сделать рассказ то есть вот какие-то мелкие идеи я не знаю вообще мою голову не посещать или просто там не задерживаться то есть если какая-то очень маленькая идея интересности не возиться. А если идея большая, то из нее надо делать Роман. Достаточно забавный вопрос для полемики. У нас был несколько передач назад, по-моему, еще в начале зимы, Леонид Каганов, который сейчас считается хорошим и лучшим, наверное, рассказчиком в нашей фантастики. Мы как раз с ним говорили на эту тему. Леон говорил, что ему очень тяжело дарятся крупные формы, что он с трудом вообще набирает материалы, что у него лучше получаются большие повести и рассказы. И он сказал следующую вещь, что человек, который пишет, может написать крупную форму, уже как бы состоявшийся автор, потому что это очень серьезная проработка материала, это умение восплетать интригу, восплетать сюжет, и он как бы относится к уважению с этим автором. С другой стороны, существует мнение, что написать хороший рассказ гораздо сложнее, чем хороший роман. Давайте вы тоже свои пять копеек несете в эту дискуссию. Как вы считаете? Ну, есть, наверное, люди, которые достаточно удачно пишут и романы, и рассказы, но действительно здесь очень большая специфика. То есть, чтобы написать действительно хороший роман, нужно иметь возможность придерживать в своей голове весь вот этот большой объем текста и все его внутренние взаимосвязи, чтобы сюжет вашего романа не распадался на какие-то комки и куски, которые между собой все связаны, потому что максимум, что главным делом. И то там что-то можно выбросить, что-то переставить, но это уже не роман, действительно, куча чего-то непонятных. А рассказ действительно трудно написать в том, чтобы на маленьком объеме выразить его смысл. То есть, чтобы читатель, прочитав эти ваши три или пять страниц, не задавал вопрос, а зачем мне это рассказать? То есть, я считаю, одним из самых гениальных писателей вообще во свете это Чехов, потому что у него в самом маленьком рассказе видна мысль, очень хорошо видна. Какая-то большая, достаточно важная мысль, живая, человеческая. И вот именно это умение вложить в маленький объем, в живую мысль, я считаю, что это основной талант рассказащика. И этим талантом надо обладать. Что ж, время нашей передачи уже подошло к концу, осталось совсем немного. Если есть какие-то вопросы, Елизавета, прошу вас давать в чат. Отдельная благодарность нашему активному зрителю с ним в личном ником, я не буду озвучивать в эфир, но наш читатель, зритель, или, как говорилось в свое время Лево Каганов, видеокачатель, с интересом оценил нововведение. Хочу всем напомнить, что сегодня у нас снова трансляция проходит из клуба Трамплин. Мы стараемся разнообразить наш интерьер, чтобы он был не так скучно нас смотреть. Ну, что, придется закрывать. Я понимаю, что всем очень грустно с вами прощаться. Ну, что же делать, время к концу. Большое спасибо Елизавете, что она сегодня к нам пришла. Нам было очень приятно с вами беседовать. Большое спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Как обычно, через две недели, 6 апреля, не забывайте включать наш канал и смотреть передачу «Точка отчета». Всем до свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова